Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео я бы хотел обратить внимание на дропшиппинг и постарался сделать ролик, чтобы об этой маркетинговой деятельности информация была изложена просто и наглядно. Итак, для начала давайте определимся с главными действующими лицами. Первым у нас будет производитель или оптовый продавец. Давайте для простоты его назовем оптовиком. Ну и, конечно же, нам нужен тот, кому будет этот товар реализовываться, то есть покупатель. Оптовик может сам прилагать усилия, чтобы реализовывать свой товар, предоставляя ему покупателю. Но в последнее время все больше предпринимателей пользуются услугами посредников, в нашем случае дроперов, через которых они реализуют свой товар и таким образом продают его покупателю. И давайте сначала для наглядности обратим внимание на финансовую сторону вопроса. Посмотрим на упрощенную схему взаимодействия. Оптовик выставляет дроперу цену, по которой он готов продавать свой товар. Дропер делает свою наценку и по этой цене предлагает покупателю приобрести товар. Вот такая простая схема. Никакой высшей математики и объектно-ориентированное программирование. Но может возникнуть вопрос, в чем замотивирован оптовик, чтобы действовать по данной схеме и таким образом терять надбавку, которую добавляет дроп. Первое и самое главное преимущество – это увеличение объемов продаж. Да, он отдает товар дроперу по более низкой цене, чем сам бы реализовывал ее покупателю. Но за счет того, что у него есть помощники, он сможет отдать больше товара и на этом выигрывает. И второе немаловажное преимущество – это экономия времени и средств. особенно затраченных на рекламу. А для современного бизнесмена это очень важный фактор. Поэтому многие предприниматели с готовностью сотрудничают с другими людьми по дропшиппинговой схеме. Теперь давайте обратим внимание на нашего дропера. Какое преимущество он имеет, сотрудничая с оптовиком? Но главное – то, что не нужно тратить свои деньги на закупку товара. По сути, дропер продает тот товар, который у него нет в наличии. А значит, к примеру, если у оптовика товар будет закуплен, который не станет ходовым, то риски и убытки, связанные с этим, несет оптовик, а не дропер. Ну а понятно, что здесь есть немало своих трудностей. Одно из них, что сегодня на рынке очень много предложений и большая конкуренция. Поэтому довольно нелегко быть заметным для покупателя, так сказать, такой большой толпе продавцов, других дроперов, поскольку высока конкуренция. Поэтому, как тут говорится, крути, не крути, а дроперу придется затрачивать свои средства, чтобы задействовать различные рекламные методы и таким образом обратить на себя внимание. Также один из неприятных моментов – это то, что могут быть возвраты. И очень часто по дропшиппинговой схеме возвраты оплачиваются как раз за счет дропера, а не оптовика. Но, тем не менее, плюсы, можно сказать, что они как бы перевешивают эти недостатки. И если человек изучил рекламу, рынок, то в целом дроперы находятся в плюсе и получают прибыль. Конечно, за несколько минут много не рассказываешь по этой теме. Есть немало таких интересных вопросов, например, как определиться с нишей, где найти хорошего поставщика, какие виды рекламы выбрать и многие другие. Но это уже тема для следующих видеороликов. Большое спасибо, что просмотрели это видео. Поделитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ну и чтобы быть в курсе новых видеороликов, не забудьте нажать на колокольчик. Всего хорошего. До новых встреч на YouTube.